Это вход на станцию Пармонтье, третья ветка парижского метро. Чем не повод вспомнить ученого-агронома-борца с голодом Антуана Пармонтье? Пармонтье жил в XVIII веке, и параллельно со своей основной аптекарской деятельностью он был главным аптекарем дома инвалидов, составлял рецепты настоек и порошков для болеющих ветеранов. Так вот, параллельно с этой основной деятельностью Пармонтье изучал питательные свойства разных овощей. Картофель, известный в Европе еще с XVI века, во Франции использовался для кормления свиней. Пармонтье пристально приглядывался к картошке, готовил из нее разные блюда и даже пек хлеб. Но дело не шло. Французы отказывались пробовать этот подозрительный овощ. Тогда Пармонтье устроил следующее. Он подарил цветок картофеля Людовику XVI, король украсил им свой костюм, Мария Антуанетта прикрепила цветочек к корсажу. Двор, естественно, повторил за монаршей Читой. На этом пиар-акция не закончилась. Дальше Пармонтье высадил картофель под Парижем и поставил охрану, которая ночью покидала пост, чтобы любопытное население пришло с лопатой и мешком. Ну и понеслось. Благодарные французы назвали в честь ученого целый проспект и станцию метро, на которой мы только что с вами побывали. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...